Один из двух печально знаменитых щелковских недостроев, так называемый дом на набережной, вновь в центре внимания. Строительные леса в центральной арке угрожающей провисли, что вызвало множество тревожных постов в соцсетях и обращений в администрацию района. Объект незавершенного строительства посетил глава района Алексей Валов. Объяснил, что произошла нештатная ситуация, на которую районные власти оперативно отреагировали. Ситуация вышла под контролем после урагана, когда здесь раскончала леса, и мы увидели, что ситуация достаточно серьезная. Поэтому обратились к собственнику этого здания для того, чтобы он принял меры. Банк открытия, в собственности которого находится недостроенная многоэтажка, заключил контракт с компанией «Промвысота». И промышленные альпинисты уже приступили к работе. Начали демонтаж поврежденных ураганом лесов. Начали с центральной арки, но в планах разобрать все конструкции, возведенные вдоль стен здания. Сейчас в основном арка, надо снять, разгрузить ее и опустить проблему. Сейчас леса уже все закреплены, но угрозы обрушения нет. И будем потихонечку, вы можете посмотреть, спускать всю эту конструкцию. Сначала аварийные леса, получается, разобрать, а потом все по периметру. То есть начнем с внутренней стороны и потом разберем внешнюю. Все, что могло свалиться, мы уже сняли. Так что теперь все хорошо. Так что жители могут успокоиться. Угрозы обрушения строительных лесов больше нет. Работы по их полному демонтажу могут занять от двух до четырех недель. Кроме того, пресечена возможность нанесения недостроенному зданию различных повреждений со стороны чрезмерно любознательных граждан. Собственник по согласованию с районными властями усилил контроль за доступом на территорию объекта. Мы тщательно каждый день его надзираем и взаимодействуем с собственником этого банка открытия. Территория охраняется, на объекте постоянно находятся четыре поста охраны. Так что посторонних здесь на объекте нет. Что касается интересующей многих дальнейшей судьбы дома на набережной, то он с большой долей вероятности все-таки будет достроен. Но определенности по срокам пока нет. Собственник сейчас думает, кому продать остатки этого имущества для того, чтобы восстановить его как действующий объект, квартирный дом.